здравствуйте дорогие друзья вот так у нас навалило снега видите тепличка принципе до середины засыпано но чисто я сейчас хочу вам показать как можно или какой можно сделать подвал за 20 долларов это реально 20 долларов вышел подвал 6 на 2 то есть 12 квадратных метров где вы можете хранить там овощи фрукты допустим если занимаетесь что-то там выращиваете можете его удлинить на любое расстояние то есть там сделать 20 на 2 и также перекрыть как я расскажу и он вам выйдет ну в сущей копейки и вы можете загрузить хороший тонаж или если вы занимаетесь саженцами или если вам нужен меньше вы сделаете там 3 на 2 и будете хранить домашнюю закрывать q и очень я покажу сейчас как я сделал секундочку вот так у нас засыпало за несколько дней снега я снимал пару дней назад по теплицу как видео как сходит снег а сейчас видите вот уже это теплица засыпано уже практически полностью так смотрите просто произвольно выбрал самое сухое место во дворе выкопали мне за 100 гривен в день копал паренек знакомый выкопал яму 2 на 2 на 6 и полтора глубиной то есть он не выкопал за пять дней я заплатил 500 гривен вот здесь храню там саженцы кое-какие подвои там который мне нужно но срочно было спрятать и не было подвала смотрите просто перекрыл вот эту канаву грубо говоря да назовем ее канавой 2 метра шириной перекрыл акация дуб что у вас есть такие бревнышки сверху на эти бревнышки кинул старый ненужный шифер его я не считаю просто ремонтировал забор и накидал просто шифер можно немножко под уклоном в одну сторону можно без уклона то есть я здесь даже поперечных никаких продульных вернее никаких балок не кидал просто через каждые полтора метра примерно вот такие вот вот такие вот балочки идут они заходят там сантиметров по 50 ну короче по три метра столбики столбики тоже в принципе нашел на даче кое-где спилял кое-где старые нашел и все это дело сверху накрыл таким вот бушным шифером потом сверху шифера там снаружи да я купил 4 тюка соломы и распределил эту солому полностью по шиферу хорошим таким слоем затем сверху у меня была старая волокно пленка тех ткань что найдете накрываете сверху именно по солому вот и накидываете все это дело закидываете землей то есть сантиметров 5-10 земли чтобы не слетал материал до соломы все все в этом краю я сделал дырку просто ее надо откопать сейчас со снега чтобы была вентиляция а с этой стороны я просто поставлю такую маленькую лестничку и 3-4 доски продольно набил и сделал ляду с куска линолеума то есть с подручного материала короче что где валялось все этот подвал у меня наподобие был подвал я на его месте хотел строить стационарный там ну знаете я живу на донбассе и как бы планы сменились я хотел 15 на 7 построить хороший такой подвал чтобы заезжать можно было но так как планы сменились и здесь строится ну скажем так стало нецелесообразно то вот применяю такие вот скажем так технологии подручные что я вам хочу сказать что в этом подвале все намного лучше хранится чем если бы я его там обложил кирпичом или бетоном залил сверху насыпал земли он фактически не промерзает он очень холодный то есть здесь постоянная температура на грани там 3-2 градуса тепла вот смотрите вот шиповник допустим до шиповник фактически есть немножко кое-где мучка на нем но она в такой стадии замерзший то есть все в замерзшей стадии это она пошла из-за того что ну очень теплая до было вот эти месяца то есть декабрь был очень теплый просто иногда я забывал открывать ляду а так фактически даже сильный мороз у меня ляда вот весь день открыто на ночь и и закрываю ну то есть вы уже сами научитесь регулировать скажем так температуру и в таких объемах этого не сложно можно если допустим захотите сделать но и у вас позволяет грунтовые воды сделать чуть глубже подвал вот то есть больше поместится можно ну понятно если это песчаный грунт не получится то есть тогда придется закапывать какую-то такие стоечки еще вертикальные и делать какую-то опалубку там с допустим тоже со старого шифера но все это реально то есть сделать реально хранилище за копейки за 20-30 там 50 долларов можно сделать за 100 долларов можно сделать грубо говорят вот это хранилище метров 15-20 то есть и загрузить сюда товара ну грубо говоря там на миллион гривен понимаете то есть ну не проблема если вы чем-то занимаетесь хранить что-то сохранить не проблема даже у меня здесь есть допустим эти стоят на стратификации семена вот орешки то есть они видите песок влажный он не замерзшие то этот медвежий орех хотим на него делать но штамп лещина